И вот уже готова выйти на связь со студией наш корреспондент Любовь Кукла с информацией об обмене пленными. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко рассказала журналистам, каковы условия освобождения людей и почему переговоры об обмене были столь продолжительными. Люба, здравствуем, тебе слово. Добрый вечер, Екатерина. Дата обмена пленными согласована об этом только, что сообщила журналистам. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Герасченко. По ее словам, обмен состоится 27 декабря. И уже в эту среду Украина передаст боевикам 306 человек в обмен на украинских военнопленных. Их 74. Это будет первая минута освобождения. И мы надеемся, что на этом процесс не остановится. И готовы к тому, чтобы докласти максимум усилий, чтобы вытягнуть из буцегарин и на оккупованных территориях, и в тюрьмах Российской Федерации, всех других, кто не потрапляет в эту первую хвилю 27 грудня. Первоначально обмен пленными планировали в середине декабря, 15 или 16 числа. Но стороны закинули согласование списка. По ряду причин. Некоторые из тех, кто значился в списках боевиков, отказались возвращаться на оккупированную территорию. Еще одна причина – закон об ориентеграции Донбасса. Украинские нардапы долго не могли определиться, утверждать ли документ. Якобы принятие закона могло сорвать обмен заложниками. Поэтому в Раде принесли голосование аж на следующий год. Тем не менее, договоренности все же достигнуты. Напомню, переговоры проходили почти полгода. Основное условие – всех на всех. А это 306 человек из списка боевиков и 74 украинских военнопленных. Студия. Любовь, спасибо. Напомню, Любовь Кубкла была на связи с студией с последними подробностями предстоящего обмена.